Продолжение следует... Благодарны за тех, кто присоединяется к нам в омлайн-служении, также церковь в Паоле. У них вчера был сбор яиц пасхальных с детками. Думаю, у них было много хорошего времени. Приветствуем церковь в Десоте в Паоле. В эту субботу в Десоте будут собирать яйца дети. Благодарны за церковь в Десоте. А также венюс сервис, который проходит у нас тоже в церкви. Мы фокусируемся с вами на нашем спасителе Иисусе, на его смерть, на его воскресенье. И мы закончим немножко позже, чем час дня. Окей, это будет служение молитвенное, да, которое начнется в 12 и закончится чуть позже часа. Всю эту неделю мы будем собираться, если у вас есть возможность, приходите. Если нет, молитесь дома. Просто возьмем немножко это время, чтобы подумать о последней неделе Христа на земле, перед тем, как он вознесся на кресте. В прошлом году у нас было очень много людей на пасхальном служении, и просто были залы заполнены, поэтому в этом году мы решили дополнить еще наше служение еще одним, добавили еще дополнительное служение. Также я хочу попросить вас, чтобы вы пришли в пятницу. У нас в России называется Страстная пятница, у американцев это Хорошая пятница, Good Friday, Благая пятница. И в эту пятницу мы будем благодарить Христа за Его смерть на кресте, а в воскресенье мы будем праздновать Его воскресенье. Поэтому постарайтесь быть здесь в пятницу, в пятницу или в семь вечера. И также в воскресенье у нас также есть еще в субботу вечером пасхальное служение, которое будет происходить, и это будет пасхальное в субботу. У нас есть в восемь утра служение в воскресенье, в деве тридцать и в одиннадцать. И точно так же все наши офисы в других городах празднуют Пасху подобным образом. Знаю, что много информации даю. Еще одно, что хочу сказать. 48 часов молитвы. Нам нужны люди, которые подпишутся. Мы это делали уже в течение нескольких лет. Мы молились 48 часов молитвы пред воскресеньем Христа. Мы верим, что наша работа – это проповедовать Божье Слово, а работа Господа – это спасать. И поэтому мы хотим молиться о людях, которым нужно встретиться с Иисусом, которым нужно познать Иисуса. Я знаю, что многие люди пришли к Богу, потому что наша церковь молилась и Господь работал. Есть очень хорошие, такие популярные места, которые еще остаются. Это в три часа утра. Здесь это будет безопасное место. У нас будет охрана, поэтому это будет безопасное время молитвы. Вы не будете здесь одни, если вы придете ночью. Но это будет очень особенное время молитвы перед Богом. И увидите, что Бог будет творить удивительные вещи. И так интересно, мы сейчас с вами из Ветхого Таёта запрыгиваем прямо в середину одного из новозаветних посланий. Многие люди разделяют Евангелие от Иоанна на две книги. Первая часть идет до как раз-таки 12 главы 9 стиха, а следующая часть – это с 9 и дальше до конца книги. Потому что как раз-таки по книге вторая половина Евангелия от Иоанна фокусируется на последней неделе жизни Христа на земле. Из всего его Евангелия ровно половина книги – это такой акцент на служение, на жизнь Иисуса в течение его последней недели. Почему? Почему нам нужно так много времени уделить последней неделе Иисуса? Потому что все остальное не имеет значения, если вы не понимаете, почему Христос пришел на землю. Все остальное не имеет никакого смысла, если вы не поняли, зачем пришел Христос. Там было много людей, толпы людей, которые ходили за Иисусом. Они были все в восторге от чудес, которые Иисус творил. Было много учеников, которые ходили за ним. Было много фарисеев, книжников, служителей, которые имели двояка мнения о Христе. Но все эти толпы, все эти кучи людей, они просто упустили самое главное. Они не поняли глубокого смысла прихода Христа на землю, для чего Он пришел на землю, для чего Он появился в их жизни. И они сказали, распни его. И ту же самую ошибку люди совершают и сегодня. Они не понимают, кто они есть, они не понимают, кто Иисус есть. Они не понимают, зачем пришел Иисус на землю. Если вы не понимаете, если ты не понимаешь, кто ты сегодня, если ты не понимаешь, кто такой Иисус, если ты не понимаешь, почему Он тебе нужен, Кто-то говорит, о, Иисус пришёл, чтобы твои проблемы все решить. Другие люди говорят, а что, если у меня нет проблем? Я вам скажу серьёзно, у вас есть проблемы, у всех есть проблемы. И Иисус пришёл для того, чтобы показать каждому человеку, что у него есть проблемы. И когда Господь открывает вам эти вещи в вашей жизни, вы понимаете, что реально вы живёте в проблеме, и вам нужен Иисус, тогда вы просто бежите к Нему. Давайте помолимся, Господь, я благодарю Тебя за Твоё Слово, которое открывает наши глаза. Мы молимся, чтобы своим словом Ты сегодня открыл слепые глаза, снял пелену. Может быть, есть люди, которые знают сегодня от Тебя и читают Библию, но они всё равно упускают. Они никогда не понимают глубину своего греха, и они никогда не приняли всю полноту Твоей славы, Твоего величия, и не поняли, для чего Ты на самом деле пришёл. Господь, открой их глаза, пожалуйста, чтобы они видели свой грех и видели красоту Христа, и чтобы они познали это спасение сегодня. Прошу, чтобы сегодня все мы встретились с Тобой, Господь, чтобы каждую неделю мы, Господь, просто собирая здесь, на этом месте, Господь, встречались с Тобой. Я молюсь, чтобы каждый человек в этой комнате сегодня принял Твоё Слово, и чтобы каждое Твоё Слово было применено нами в нашей жизни. Дух Святой, прошу Тебя, чтобы Ты помог нам всем сегодня, прославляли Тебя, чтобы мы сегодня были меняемы под Твоим влиянием. Пожалуйста, ради Своей славы совершай эту работу, изменяя наши сердца, открывайся нам. Аминь. Мы начнём с 9 стиха. Многие из иудеев узнали, что он там. И пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мёртвых. Лазарь стал такой знаменитостью, да? Не каждый день вы видите человека, который воскрес из мёртвых. И поэтому людям был интересен Иисус из-за того, что Лазарь воскрес. И многие из иудеев из-за этого каялись и приходили к Иисусу. И первосвященники же положили убить Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множества народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идёт в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали, Благословен грядущий во имя Господня, Царь Израиль. Это праздник был такой национальный. Многие из иудеев приходили в Иерусалим, чтобы праздновать. И помните, когда Иисус был мальчиком маленьким, и его семья пошла на этот праздник в церковь, и Иисус там ещё остался, да? И родители его потеряли, и два дня его искали. То есть этот праздник Пасхи, это был удивительный, один из самых главных праздников для иудеев. И он отмечался на таком очень высоком уровне. И там было по меньшей мере 500 тысяч людей в Иерусалиме, которые собрались. И это, представьте себе, это как будто бы почти, что все жители Кандас-Сити пришли в Иерусалим, собрались там. И чтобы вы знали, Иерусалим совсем не такие размеры имеют, как Кандас-Сити. То есть там просто были толпы людей в этом городе. И вот что происходит? Иисус входит в Иерусалим. И все эти люди, которые слышали о Лазаре, о его воскресенье, теперь им интересно собраться и посмотреть на Иисуса, который приходит в город, который приходит на этот праздник Пасхи. И он идет вниз с горы Оливковой. И он идет к восточным воротам. И знаете, что все евангелисты, они описали это триумфальное вхождение Иисуса в Иерусалим. И это такая у нас есть очень яркая картина благодаря их описаниям. Во всех этих событиях, которые описаны, Иисус не просто тот, кого вот вдруг люди решили прославить или увидеть, или который вдруг стал знаменитым. Каждое самое мелкое, мельчайшее событие в жизни Иисуса происходило согласно плану Божьему, великому плану Господа для него. Он не просто так сел на этого молодого осленка, не случайно этого осленка взяли от матери, и не случайно все, что рассказывал Иисус о себе, оно имеет свое значение, но представьте, что люди, которые были там, и его ученики, они это упустили. Иисус говорил, «Я есть восполнение всех этих обетований, во мне Господь исполняет обещанное, все эти пророчества сбываются, я являюсь именно мессией». Мы разговаривали еще сегодня в 9 утра на проповеди, и вы в 11 часов бонус от меня получаете, я еще больше об этом говорю. Есть такая опасность, что вы тут еще дольше останетесь, но мы постараемся сейчас уложиться во время. Почему так важно, что Иисус заходит в восточные ворота? В Иезекии 11 главе. Иезекии проповедуют, не проповедуют, а пророчествуют, что слава Господне войдет через восточные ворота. И также Господь там говорит, что Он еще не закончил с этой нацией. Почему вдруг Иисус заходит именно через восточные ворота? Нет, это не случайно. Он это делает специально для того, чтобы показать, что Он и есть доказательство Божьего присутствия на земле. Я, Мессия, тот, которого вы ждали. Он заходит в эти восточные ворота, и толпа вокруг него просто вот в таком находится в возбужденном настроении. И там есть фарисеи и религиозные лидеры, у которых есть такое ярое желание убить Иисуса, потому что Он все как бы потряс, все их сущности, все, что происходит вокруг. И даже здесь в течение Тестрастной недели Он еще больше будет их обличать. И мы немножко здесь видим такое сходство с Римской империей. Вы нас не трогайте, мы вас не трогаем. И эти все лидеры религиозные так все здесь хорошо настроили, у них хорошее отношение с римлянами, и в своей религиозной построенной системе они используют людей так, чтобы наполнять свои карманы, и у них жизнь, в принципе, очень хорошо идет. Помните, когда Иисус пришел и просто разбомбил все, можно так сказать, перевернул столы в церкви, и он им показал, что они не тем занимаются, что церковь это дом молитвы, а не то место, где деньги покупаются, продаются вещи, да. И если вы хотите разозлить человека, коснитесь вопроса денег с ним, это то же самое, что происходит и с этими религиозными лидерами. Что интересного о римлянах, что они верят, ты можешь проповедовать о любом Боге, ты можешь верить и прославлять любого Бога, какого ты хочешь, только при одном условии, если одновременно ты еще и цезаря прославляешь. Помните, что очень много людей в Риме именно были христиан преследованы. Почему? Потому что они не хотели прославлять цезаря, они говорили, что у нас есть Бог только Иисус, и мы не будем прославлять цезаря, мы будем прославлять Иисуса. Итак, иудейские, все эти лидеры, они понимали, что если Иисус придет здесь ко власти, как бы, то у них будет проблема не только в своем обществе, у них еще будет проблема с римлянами, потому что римляне требуют, чтобы для того, чтобы был мир, нужно еще и цезаря прославлять. Иисус просто в идеале восполняет все пророчества. И они видят, что все пророчества восполняются в Иисусе, что это реально не все, что такого, как Он, не было и нету, и не будет. Но несмотря на все доказательства, на все, что они видели, на все, что подтверждало то, что Иисус Мессия, они решили убить Его, потому что Он коснулся вопроса денежного, и это касается их карманов. И Господь над этим тоже имеет свою волю, правильно? Он имеет свою власть. И они думают, что все, что они делают, они делают, исполняют свою волю, но и при этом желание убить Иисуса и в этой своей противоборстве против Иисуса, они тоже восполняют полностью Божий план. Иисус сделал такие чудеса, такие знаки, знамения и чудеса следовали Его служению, что они никогда такого не видели. только сейчас, вот недавно в Актрис Лазарь, и теперь Иисус заходит в город на Пасху, и они видят Его, как восполнение обетования, которое было дано Давиду, что вот один из своих потомков сядет на троне, он будет править своей силой и властью, и вот для них это такой день славы в Иерусалиме, у них начнется новая система правления, у них будет новый политический лидер, у них будет новая экономика, вот он наш кандидат, вот он тот царь, которого мы выбираем, и мы будем стоять за ним. И это начинается день Пасхи, да, это пасхальная неделя, не духовная празднование, не религиозное празднование, а политическое празднование. Они кричат Азана, Асана, это значит Господь сохрани нас, да, будет благословен тот, который идет во имя Господне. Это очень такой мессианский псалом и песня, которую они поют там. Они так ждали вхождения Христа и Мессии. Это их надежда, их ожидания воплощаются здесь. Сколько они ждали, когда придет этот помазанник и сядет на троне потомок Давидова. Мы с тобой, мы за тобой, сто процентов, мы тебя поддерживаем. Что интересно во всем этом? Что если бы Иисус был политической фигурой? Можете себе представить кого-то, у кого есть политические, взгляды, или есть такая политическая кость в их теле? Если бы был день, где больше 500 тысяч людей прославляют твое имя и говорят «Ты царь, ты наш человек», это был бы самый классный день в жизни любого политика. Представьте, когда два миллиона людей стоят и прославляют и благодарят тебя и говорят «Мы все будем голосовать за тебя». Что интересно для нас? Все эти люди настолько вдохновлены, настолько они рады и вот эти пальмовые ветви в их руках, они как наш национальный флаг, представьте себе. Если бы вы спросили кого-то из этих людей, что здесь происходит, знаете, что бы они сказали? Ну, на самом деле, я не знаю, что именно происходит, но это что-то такое классное. Иудей никогда бы такого не сказал. Представьте, если бы римский солдат услышал кого-то из людей, называющего кого-то другого царем, прославляющего кого-то другого царя, кроме Цезаря, это была бы проблема большая. И что интересно здесь, что позже еще Иисуса будет Пилат испытывать, как бы допрашивать, да? И что вокруг чего будет крутиться этот допрос, ты или царь иудейский? И поэтому все это такое людская радость, ты царь, ты царь, чему она приводит? 14 стих смотрим, Иисус же наш молодого осла сел на него, как написано. Не бойся, че сионова, все царь грядет, сидя на молодом осле. царь. Одну минутку, подумайте со мной, как вы вообще представляете себе такую типичную картину великого могущественного царя, как вы себе представляете, чтобы этот царь входил в город? Я не знаю, как вы себе это представляете, но, скорее всего, не на маленьком осленке. это не типично для царей, для политиков. Александр Великий, у него были такие белые, мощные, породистые кони, как Гитлер, например, он на танке бы заехал и сказал, вот он, я, президент, они на больших машинах и лимузинах заезжают, и вокруг них еще вся вот эта света. Иисус садится на маленького осленка. Это не просто осленок, это даже не просто осел, это маленький осленок, то есть этот осленок, он еще меньше, чем обычный осел. это молодой осленок, на котором никто никогда еще не ездил. У вас когда-нибудь был опыт с осликами или с лошадьми, на которых раньше никто не ездил? Что происходит, если вы просто садитесь на одного из них? Они себя хорошо не ведут, они не слушаются, и для вас это хорошо не обернется. Видите здесь эту картину, что Иисус взял осленок, на которого никто никогда не садился, и он спокойно идет и ведет, несет на себе этого Иисуса, да, то есть даже этот маленький осленок знает, что он творение, а на нем сидит творец. Вы видите это во всем, все, что бы ни делал Иисус, подтверждает, что я есть олицетворение Божьего правления на земле, Божьего творения. И они все кричат «Осана!» И что говорят Иисусу? Скажи своим ученикам, чтобы они замолчали. А Иисус говорит, что если они замолчат, тогда камни возобьют. Это просто удивительное восполнение писания из Захарии 9 главы. вы когда-то читали Библию и видели вот эти перекрестные ссылки, не пропускайте их. Когда-нибудь возьмите каждую ссылку, откройте и почитайте. Захария 9 глава, это можно прям целую проповедь можно сказать на этом. Там есть картина побеждающего такого царя, который идет на север в сторону Иерусалима и каждый город, каждая нация, которую он проходит, он просто их уничтожает. Он подходит ближе и ближе к Иерусалиму и картина такая, что все, следующим будет Иерусалим, они тоже будут повержены. Представьте, если бы какая-то армия такая побеждающая, всеразрушающая шла по 29-му хайвею сюда вниз в Кензас-Сити и разрушала все у них на ходу, чтобы было. И Господь в этом, в Захарии в 9-й главе, Он спасает Иерусалим, Он спасает нацию, Он посылает царя, который спасает от этого нашествия. И здесь, представьте себе, Иисус, который входит в Спаситель в городе Иерусалим на Молодом Асленке. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. То есть Иоанн здесь описывает, что у нас не было понимания, что происходит, но потом, когда уже прославился Иисус, вот тогда в нашем мозгу что-то щелкнуло, и мы поняли все. у учеников Иисуса не было денег, чтобы иметь с собой копию Ветхозаветных Писаний, да, и они не могли их читать, перечитывать, допоминать что-то наизусть, и вот представьте, что уже Иисус умер, Он уже воскрес, и вот ученики сидят, может быть, рассуждают, и, может быть, они нашли где-то какую-то версию Ветхозаветных Писаний читают, и вот у них кликает, и они говорят, вот же, вот о чем были все пророчества, и у них глаза открываются, и они начинают понимать, что вот оно, полное понимание того, кто Иисус, и на самом деле это удивительная картина того, как на самом деле происходит спасение, каждый из нас имеет такой ага-момент, когда вау, и все, у тебя открываются глаза, ты услышал Слово, ты услышал Евангелие, и, может быть, ты сразу его не понял, но когда ты дальше живешь своей жизнью, и приходит такой момент, когда Господь как будто снимает все вот эти пелены с твоих глаз, и ты понимаешь, вот же, вот о чем это написано, вот о чем это Слово, вот он Иисус, который моя единственная надежда и мое спасение. Если вы здесь сегодня, наверное, вы все здесь, потому что вам интересно что-то узнать больше об Иисусе, кто-то, может быть, пришел сюда, сам кого-то привел друг, ученики изучали Писание, но пришел момент, когда что-то в них щелкнуло, и они поняли, кто такой Иисус. Видите эту картину, смиренный царь, который входит в город на насленке. Это царь, который не пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою за искупление многих. Он пришел не для того, чтобы править глупыми народа. Это тот, который умывал ученикам свои ноги, знал, знал, Иисус знал, что Господь все положил к его ногам, и что Господь дает ему право править всем и быть на небесах одесной у Бога. Он берет, смиряет себя и умывает, обмывает ноги своим ученикам. Он имеет все полномочия, всю власть, всю силу, равноценную силе Божьей, но Он не пользуется этим. Он смиренный царь. Ученики этого не понимают, но они начинают немножечко видеть. Смотрим дальше. 17 стих. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвого. 18. Потому и встретил его народ и послышал, что Он сотворил это чудо. Толпа становится больше и больше и больше. Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Это значит, что без разницы, насколько мы стараемся как-то погасить это все и славу этого человека мы ничего не можем сделать, потому что его слава разрастается, его популярность разрастается. Вы не можете никак угасить Божьих планов. Он все держит под контролем. И это то, что фарисеи тоже здесь познают. 20 стих. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены, то есть греки. Это интересно? Вдруг откуда-то не возьмись берутся какие-то греки. И я очень аккуратен об этом, потому что я когда изучал Захария 9 главу, я не мог как бы ее так быстренько прошел, не мог во всей глубине изучить. Но одно из тех, что говорит там Захария, что придет царь на осле сыне под Еремной, он там тоже упоминает о греках. Если вам сказать вообще через всю Библию, сколько раз греки упоминаются в Библии, то вообще можно на пальцах сосчитать несколько раз. Поэтому здесь нету никакого совпадения в том, что Захария говорил о том, что будут греки при этом событии. И мы здесь читаем в Иоанна, что здесь тоже были греки. И я думаю, наверное, ученики тоже это потом увидели, что это не совпадение, это было пророчество об этом. Является ли Иисус просто царем? Является ли Он просто спасителем Израиля? И что мы видим здесь, и что вы будете продолжать видеть, что Он не просто спаситель, когда Он вознесется, Он всех все нации придут к Нему, все получат спасение. И для большинства из вас здесь это очень хорошая новость, кто не может никак свою родословную всю соединить с Иудеями, с Израилем, Иисус пришел, чтобы спасти всех. Почему Иисус пришел к Филиппу? Потому что у Филиппа греческое имя, он один из всех учеников, у которого греческое имя, у него греческая мать, мать гречанка и отец грек. И они подошли к Филиппу, который был извив Саиды Галилейской и спросили его, то есть не Иисус подошел, а эти греки, которые пришли на праздник, Филиппу и спросили его, господин, нам хочется видеть Иисуса, то есть вся цель их прихода, этих греков на этот праздник Пасхи в том, чтобы увидеть Иисуса. Вот оно, как происходит спасение, когда вы приходите, вы смотрите на Иисуса, на того, кто на самом деле есть, Господь, небо и земли, Господь творец всего, не просто какой-то царь, а вот оно спасение, царь, который сотворил тебя, который пришел, чтобы спасти тебя. Что Господь делает во время спасения, что Дух Святой делает, Он просто снимает пелену с глаз, снимает вот эту занавесь. Моя работа проповедовать Иисуса, а работа Бога открывать слепые глаза. И мне очень нравится вот эти греки здесь. Мы пришли увидеть Иисуса, нам хочется увидеть Иисуса. И Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп рассказывает о том Иисусу. Потому что Филипп не знает, что делать, и поэтому он рассказывает Андрею. И они сказали Иисусу, Иисус, у нас тут есть некоторые греки, которые хотят увидеть тебя. И вы бы наверное ожидали, что Иисус придет и скажет, давайте я с ними познакомлюсь, расскажу им о себе. Смотрите дальше. было совсем не так. 23 стих. Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Это где нам нужно остановиться с вами. Пришел час, это очень важно, это как индикатор. Если вы знаете Евангелие, если вы читали его, вы слышали фразу «Еще не пришел мой час», час еще не пришел, час еще не пришел, час еще не пришел. И вдруг пришли греки, а час уже пришел. Это как будто бы Бог сказал Иисусу «Вот Иисус, когда придут греки, тогда настанет этот час». Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Что это значит? Что значит? Что это за час такое прославление? Что это за час возвышения Христа? Первое, знаете, для Иисуса это будет час агонии. Для Иисуса это будет час агонии. Если вы дальше посмотрите на 27-й стих, «Душа моя теперь возмутилась». Возмутилась, то есть в таких терзаниях находится. Иисус редко говорит нам о своем эмоциональном состоянии. Но здесь Он говорит, что «Душа моя в затруднении». Евангелие от Луки говорит, что Иисус на ослике, и если вы посмотрите ближе на Него, я думаю люди настолько смотрели на Иисуса и видели то, что они хотят, но они не видели то, что на самом деле происходило. И Лука говорил, что Он плакал. Есть три раза, когда Иисус плакал. Первый раз это когда Он пришел к мертвому Лазарю. Второй когда Он молился в Герсиманском саду. И это третий раз когда Он ходил в Иерусалим. плакал. Почему Он плакал? Потому что Он знал, что будет. Он знал то, чего не знал никто другой. Люди, которые вокруг Него кричали, они хотели победу, свободу, они хотели царя, который избавит от всех их врагов. Но Иисус и был таким, Он пришел избавить их от всех врагов и дать им победу, но не в том смысле политическом, в котором они этого ожидали. Иисус Он сто процентов Бог, но Он также сто процентов человек. Поэтому когда вы смотрите на Иисуса, когда вы смотрите на Иисуса в течение этой страстной недели, не смотрите на Его на такого мачо, такого мужественного, который пришел и сейчас все переживет. Он был обычный человек, который переживал. Он знал, что будет дальше он знал, что гвозди будут протыкать его тело, он знал, что его смерть будет в такой агонической, он знал, что он очень большие физические мучения и боли переживет до такой степени, что ему покажется, что вообще Бог его оставил. Он знает, что с ним будет то, чего он раньше никогда не испытывал, он почувствует разделение со своим отцом. И это будет такой, многие комментаторы называют это такой крик брошенного ребенка, отец, отец, почему-то оставил меня. Смотрите, мы получаем спасение как бесплатный просто подарок, но Иисусу он достался очень тяжелой ценой. Час его возвышения прославления это также час его мучений. Смотрите, 31 стих. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Многие люди, когда у них спрашивают, почему Иисус умер на кресте. И мы почти что инстинктивно говорим, что Иисус умер на кресте, чтобы простить нас за наши грехи. И это истина, да, это абсолютная истина, но это не то, что в этом контексте, на что Иоанн делает акцент. То, на что Иоанн хочет здесь обратить внимание, что он умер на кресте, чтобы победить врага, потому что основная наша проблема, которую мы имеем, это наш враг. Если вы хотите поверить в Иисуса, и свобода, что они имеют сами контроль над своей жизнью, да, а кто-то говорит, я хочу быть просто свободен, мы хотим иметь свободу. Послушайте, если вы не знаете Иисуса, как своего Господа и Спасителя, вы не свободны, вы находитесь под гнетом греха и смерти. Да, у вас будут какие-то моменты радости, счастья, но вы все равно находитесь под гнетом сатаны, под гнетом врага, и он пришел, чтобы украсть, убить и покупить, и вы находитесь под его гнетом. И Христос пришел. Что было, когда Адам с Евой только согрешили, что вражду положу между тобой и женой, между семенем твоим. И Господь сказал, что я пошлю кого-то, кто победит сатану. И он просто разрушит всю силу и власть сатанинскую над каждым потерянным грешником. Вот для чего мы здесь сегодня утром, чтобы получить свободу от греха, от рабства греха. Каждый из нас, если бы пришли в эту комнату сегодня, и мы бы начали просто вот здесь на экране выписывать список всех ваших тайных грехов, как многие из вас остались бы в этой комнате, как многие из вас продолжали бы даже жить в этом городе дальше, если бы каждый из ваших тайных грехов был написан на этом экране. И знаете, что каждый из нас находится в такой позиции, что делает сатана, он занимается таким торговлей такой на грехах. Но это не такой грех и страшный, ничего страшного. и он вас заставляет делать именно то, что он хочет. Если вы потерянный грешник сегодня утром, вы не можете просто так взять и стряхнуть с себя эти мысли, которые сатана вам накручивает. Вы виновны, вы виновны, вы виновны. И сатана хочет схватить вас в свою руку и держать. И хочет, чтобы иметь полный контроль над вами. Что делал сатана? Он знал, что если Иисус получит возможность жить, когда еще Ирод убивал всех младенцев, почему каждый младенец был убит? Потому что сатана знал, что если только Иисус выживет, если только он сделает то, для чего он пришел, все. у сатаны больше не будет власти над людьми. Он умрет за грехи каждого человека, чтобы через веру в Иисуса Христа каждый человек мог иметь свободу от тяжести греха. Я думала об этом на этой неделе, и Псалом один пришел мне на ум. когда сатана искушает меня и говорит меня о грехе, который я имею в виду. Когда-то сатана вообще делает это? Когда-то ли он приходит к вам и говорит ты вообще пес просто, ты ничего не заслуживаешь, вспомни, кто ты такой, вспомни, что ты сделал, что ты натворил. И если вы поверили в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, знаете ли вы, что ваши грехи удалены от вас настолько, насколько север от юга и запад от востока? Мы не можем с вами получить прощение, Бог нам дает его. А сатана что делает? Он просто ваши все грехи выворачивает и перед вашим лицом выкладывает и говорит вот кто ты. Смотрю я на небо и вижу там Иисуса, того, который встретил меня в каждом моем грехе из-за того, что безгрешный Спаситель умер. Теперь все мои грехи прощены и я свободен от их тяжести, это суждение. И когда я смотрю на Иисуса, он искупляет меня. как Иисус может дать таким грешникам, как вы и я возможность войти к нему на небеса и быть с ним, быть в его присутствии через смерть на кресте, когда вся, весь гнев Божий на грехи человечества были излиты, весь этот гнев был излит на одного безгрешного Иисуса на кресте. Он, не знавший греха, стал нашим умилостивлением за грехи, чтобы мы могли иметь праведность перед Богом, получить эту праведность перед Богом. Если вы здесь сегодня находитесь и вы не знаете о Боге, послушайте, вы являетесь грешниками, вы виновны, и эта вина, она будет преследовать вас на протяжении вашей жизни. Иисус сделал путь для того, чтобы получить прощение за грехи. Если хотите следовать за мной, возьмите свою жизнь и положите ее к ногам Иисуса. Кто-то из вас до сих пор вот так вот держится за свою жизнь, и для кого-то нужно, чтобы Иисус взял и разжал вот так ваши пальцы. вы не можете держаться за Иисуса, схватиться за Иисуса, когда вы еще держитесь за какие-то вещи в своей жизни. Ложите все в Его руки, пронзенные гвоздями, и доверьтесь Ему. И Он возьмет вас и обнимет вас. Если вы даете Богу, доверяете, отдаете Ему свои грехи, Он одевает вас в одежду праведности. все стрию и знаете, что сказал автор, что я был один из самых вообще незаслуженных таких грешников, который был спасен Иисусом. Я больше всего не заслужил этого спасения. Знаете, что это значит? Это значит быть удивленным Божьей милостью и благодатью. И вы точно так же, как и Сейс Льюис, будете удивлены Божьей благодатью. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое показывает, указывает нам Иисуса, которого Ты избрал для нашего спасения, послал для нашего спасения. Господь, может быть, сегодня Ты совершаешь эту работу, чтобы слой за слоем снимать нашу слепоту с нас, Господь. Прошу, чтобы Ты положил все ради нас, Господь, мы оставили все ради нас, помоги нам оставить все ради Тебя, Господь. Это экологический ответ. Во свете Твоей милости, Твоей любви, Господь, помоги нам просто положить наши жизни Тебе как жертву. Я молюсь об этих людях, которые хотят увидеть Иисуса, чтобы они увидели сегодня глубину своего греха, увидели Тебя, Господь, и чтобы Твоя милость и Твоя благодать их удивилась сегодня, Господь. мы никогда не знали, что бесконечная благодать Божья есть и спасает нас. Господь, помоги нам быть еще больше посвященными Тебе, чтобы мы все сегодня положили к Твоим ногам все, к чему мы ложно привязывались, все, за что мы так тяжело держались, так сильно держались. Помоги нам все это оставить ради Тебя, Господь, приложить все к Твоим ногам. Ты сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас и дам вам время мое, возьмете время мое, которое благо, иго мое, которое благо, и время мое, которое легко. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, вернее, если кто-то хочет обратиться к Господу, если кто-то хочет помолиться, кому-то Господь положит на сердце, присоединиться к нашей церкви. Сейчас время, чтобы вы пришли, и один из наших пасторов приветствует вас. Это ваше время, знаете, что вы никогда не пожалеете, если вы будете следовать за Иисусом. 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 Продолжение следует...